Держимся дальше, несколько боевых приемов разочим в рубрике «Дзюдо от Идо». Рубрику «Дзюдо от Идо» представляет сеть народных магазинов «Галамарт». Не дай себя обмануть, покупай дешевле твой «Галамарт». Сейчас утро, а я уже, я уже в спортзале, чего и вам советую. Наконец-то я уже присоединилась к миллионам, к миллионам людей, кто увлекается от «Дзюдо». А таких насчитывается аж 28 миллионов. По числу посвященных «Дзюдо» второй вид спорта в мире после футбола. Больше всего любителей спорта в Японии – 8 миллионов человек, в России – около 200 тысяч. Я уже разогрелась, в пору мне непосредственно к тренировке приступать. Сегодня я буду учиться броскам в стойке. Броски назад, броски вперед, в падение и вбок. Эх, вот это да, приехали. Боже мой, что-то творится. Теперь бабушка, подойдите. Так, давайте ручку, ручку. Раз, два, три. Кемпионка. Много разных бросков можно использовать в «Дзюдо». Различают их в зависимости от того, какая часть тела задействована при броске. Рука, бедро, нога или стопа. Есть еще броски назад. Оп, все, на полу. Раз, два. Осваивать броски дети начинают лишь спустя год-полтора, после начала занятий. Когда новички приходят, вот что они делают в первую очередь? Один из бросков – доведение из равновесия. Раз, два, три. Что, не знаю, но он упал. После занятий «Дзюдо» ребенок становится жизнеувереннее. В любой ситуации сложной, будь то в школе или на улице, он сделает так, чтобы мягко избежать конфликта или ждать отпора. Делать броски в стойке я научилась. В следующей серии поборемся в партере. Федерация «Дзюдо Урал-Западная Сибирь» Благодарит детско-юношескую спортивную школу «Виктория» за предоставление зала для съемок. Утренний экспресс. День начинается с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова